Привет всем, кто по мне скучал, кто не очень и кто меня даже не знает. Меня зовут Анастасия и это замечательный канал Puzzle English Life. Сегодня мы с вами поговорим о том, как не нужно учить английский язык в новом уже наступившем году. Готовы? Поехали! Первое и самое главное это найти себе учителя, который вас не будет мотивировать, который будет вас вгонять просто в голубейшую тоску, который будет поправлять ваши ошибки так, что вы даже не можете закончить свою мысль до конца, который не работает над вашим произношением и который даже не следит за новыми трендами в английском языке как таковом и в преподавательской сфере. Супер! С таким учителем вы дойдете до самых-самых высот. Дальше еще, кстати говоря, можно найти себе носителя языка, который даже не имеет лингвистического образования и который делает речевые ошибки, когда разговаривает с вами. И эти же речевые ошибки вы будете повторять в своей речи тоже. Далее перейдем к словам. Слова нужно переводить естественно дословно и естественно с использованием Google Translate. Особенно самое, наверное, эффективное это писать туда полностью предложение и на русском языке и вот так вот переводить на английский. Супер! Вообще! Так прямо говорите. Так прямо всегда и делайте. И еще прикупите себе учебники, которые еще издавались лет 10-20 назад или вообще в Советском Союзе, и по ним учите эти слова, выражения и грамматику. Это тоже работает, ребят. Прямо проверено на себе. Дальше еще нужно учить слова обязательно отдельно. Обязательно заводим себе тетрадку, где мы выписываем слова, которые встречаются в тех же учебниках советских. Выписываем себе их все. Вот у нас уже накопилось там 9 тысяч слов. И все их учим каждый день без контекста, без употребления, без collocations, без всего. Все. Вы готовы к разговору с иностранцем. Я вам гарантирую. Еще, конечно же, мы вообще ничего не читаем. Мы не читаем новости на английском языке, мы не знаем про новый раздел сайта на Puzzle English с книгами, мы никогда не открываем даже Twitter на английском языке или просто Instagram, потому что... А зачем это надо? Это вообще не помогает никак, никак не обогащает ваш словарный запас, никак не помогает вашей грамматике. Нет, 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 не надо это делать, ребят. Забудьте, это делать не надо. Запомните, запишите себе. Дальше. Дальше, естественно, самый главный вопрос, как же научиться разговаривать. Чтобы научиться разговаривать, для этого разговаривать не надо. Это я прям 100% говорю. Не надо ходить в разговорные клубы. Не надо... Ну, бесплатные, кстати, разговорные клубы. Не надо искать их в онлайн-режиме. Не надо разговаривать с иностранцами, которых уже сейчас здесь очень много. Не надо разговаривать с другими русскими людьми, которые тоже владеют английским языком. И не надо разговаривать с вашим учителем английского языка. Не надо, не надо это делать. Это не работает. Это вам не поможет. Дальше, следующий замечательный совет. Это, конечно же, не учить произношение. Не знать разницу между краткими и долгими звуками, не знать, как у нас меняются звуки в потоке речи, потому что это, во-первых, не помогает вам стать более понятными вашему собеседнику и, естественно, не помогает вашему аудированию. Серьезно, забудьте об этом. Не надо это делать. К чертям. И последнее, конечно же, то, что, наверное, не нужно английским заниматься регулярно. Я бы, знаете, вам посоветовала позаниматься, например, месяц, потом сделать пару месяцев перерыв, ну, потому что месяц это уже слишком много, правильно, согласитесь? За месяц можно устать. Ходить куда-то, изучать что-то. Все, месяц позанимались, потом на полгодика забыли, поехали там в Турцию, позагорали, поели, вернулись обратно и возвращаемся к урокам. Супер! Действует вообще безотказно, серьезно. Прямо уровень английского взлетает до небес. Всем советую. Ребята, я надеюсь, что эти советы вам очень помогут. Мы все вам желаем успехов. Пока-пока. Нет, не близок, как он, господи, как сказать по-нормальному. Более ненатуральный, а как? Естественный. Молодец, кот. Ребята, усатый помощник. Ребята, усатый помощник.